На Абаза ТВ время новостей. В студии Рустам Зонтария. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. В очереди за правом голоса. В Абхазии прошло голосование по поправкам Конституции России. Снести или восстановить. Спор вокруг памятника историко-культурного наследия в Сухуми. Дачи известного врача профессора Остраумова. Напряженный труд. Мы продолжаем нашу рубрику «Люди в профессии». Рассказом об электрике Викторе Ачба. Начнем с информации оперативного штаба по защите населения от коронавируса. Ситуация на 1 июля следующая. За прошедшие сутки биоматериал для тестирования на коронавирусную инфекцию взят у 70 граждан. Диагноз COVID-19 ни у кого не подтвержден. Из стационара Гудаутской ЦРБ сегодня выписан один гражданин, абхазский курсант. Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 38 человек. Из них трое граждан находятся в Гудаутском госпитале. 34 человека выздоровели и один пациент умер. Ограничения на въезд в Абхазию сохраняются до 15 июля. Президент Абхазии Асланжане 30 июня подписал распоряжение об отдельных мерах по защите здоровья населения Республики Абхазия от новой коронавирусной инфекции COVID-19. На основании решения Координационного штаба по защите населения Абхазии от коронавирусной инфекции 29 июня Министерству иностранных дел, Министерству туризма, Министерству здравоохранения и Службе государственной безопасности поручено в порядке межведомственного взаимодействия проработать вопрос с Министерством иностранных дел Российской Федерации, Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Федеральной службой безопасности Российской Федерации, Федеральным агентством по туризму, вопрос о возможности открытия пунктов пропуска через Абхазо-Российскую государственную границу в целях организации туристического сезона в 2020 году с 15 июля при благоприятной эпидемиологической обстановке в Республике Абхазия и в Российской Федерации. Этим же распоряжением ограничен до 15 июля въезд в Абхазию через пункты пропуска на Абхазо-Российской государственной границе иностранных граждан и лиц без гражданства. В очереди за правом голоса. Сегодня в России основной день общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации. В Абхазии голосование по поправкам Конституции России проходит в Сухуме в помещении консульского отдела посольства Российской Федерации в Республике Абхазия. Участие в голосовании принимают российские граждане, постоянно проживающие или временно находящиеся на территории республики. О ходе голосования расскажет Анастасия Никонова. В 8 утра в посольстве России в Абхазии началось голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации. Право голоса имеют граждане России, постоянно проживающие в Абхазии или находящиеся здесь временно. Так как пункт голосования в Абхазии лишь один, к 10 утра в Сухуме у здания посольства России собралась очередь. В столицу приехали из других городов и сел республики. При входе в посольство обязательно дезинфекция рук и выдача масок. Участок открылся в 8 часов. Сразу у нас образовалась небольшая очередь, которая по мере продолжения работы росла и росла. Сейчас мы приняли меры, чтобы ускорить пропуск голосующих. Открыли два дополнительных окна. Как вы видите, сюда опускается ограниченное количество людей. На входе всем дезинфицируются руки, выдаются маски. Ручки тоже мы выдаем. Не одноразовые, но стараемся их потом тоже дезинфицировать после того, как людьми воспользовались. 15 января 2020 года президент России Владимир Путин выступил с инициативой о внесении поправок в Конституцию. Изменения основного закона посвящены новым требованиям, выдвигаемым к президенту, членам правительства и госчиновникам разного уровня. Они закрепляют социальные гарантии государства перед гражданами, меняют круг полномочий парламента, запрещают отчуждение федеральных территорий, устанавливают статус русского языка. Кроме того, поправки позволяют действующему президенту вновь баллотироваться на этот пост в 2024 году. Да, потому что я считаю, что поправки нужны. Ну, мы за Конституцию, мы за жизнь и за будущее. Спасибо, прекрасное настроение, очень рада, что могу поучаствовать как гражданин в государстве российском, в Абхазии, пребывая здесь. Я за то, чтобы была сильная Россия, за то, чтобы мы были первые в мире. И Владимир Владимирович Путин нам это очень сильно показал, что он это может сделать. К полудню голосование по поправкам в Конституцию Российской Федерации прошло в Народном собрании в парламенте Абхазии, куда была доставлена переносная урна для голосования. Избирательный участок в посольстве России в Абхазии будет открыт до восьми вечера. О том, как именно проголосовали граждане России, проживающие в Абхазии, станет ясно на следующий день. Консультирование по сбору пакета документов для обмена загранпаспортов России будет осуществляться в районах Абхазии, рассказала спутник, руководитель пункта по оформлению заграничных паспортов России и российского гражданства при Кабмине республики Фаина Герман. Первый этап этой работы пройдет в Тпорчале в субботу 4 июля. Документы будут принимать в здании администрации района. Рабочие выезды планируется проводить два раза в месяц. Точно график пока не составлен. Следующие на очереди районы страны после Тпорчала, Чумчирски и Гудаутски. Консультационный пункт подчиняется Кабинету министра в Абхазии. Главная их задача заключается в консультировании людей, обращающихся по вопросам получения российского гражданства и замены паспорта гражданина России, а также в оформлении необходимого пакета документов для дальнейшего обращения в российское посольство в Абхазии. К другим темам. Сегодня юбилей у первого посла Российской Федерации в Республике Абхазия Семена Григорьева. Президент Абхазии Аслан Джани в телефонном разговоре поздравил первого чрезвычайного и полномочного посла России в Абхазии Семена Вячеславовича Григорьева с 60-летним юбилеем. Глава государства отметил, что своей безупречной службой искренним отношением к нашей стране Семен Вячеславович заслужил уважение и любовь народа Абхазии. Для каждого жителя Абхазии вы стали родным человеком с теплотой и благодарностью. Вспоминаем годы вашей работы в Абхазии, не оценим ваш личный вклад в дело укрепления межгосударственных отношений Абхазии и России. Мы рады вас видеть всегда на нашей земле, сказал Аслан Джани. Президент пожелал Григорьеву крепкого здоровья, мира, добра и благополучия. Поздравил первого посла Российской Федерации в Республике Абхазия Семена Григорьева и премьер-министр Республики Александр Анкваб в поздравительном адресе, в частности, говорится. Нам очень повезло, что первую официальную дипломатическую миссию в качестве чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Республике Абхазия много лет возглавляли именно вы. Этот период российско-абхазских межгосударственных отношений был отмечен необычайной насыщенностью и результативностью. С вашим непосредственным участием был заложен прочный правовой фундамент стратегического партнерства наших стран во всех жизненно важных сферах от оборонной до гуманитарной. В нашей стране вас хорошо знают и с благодарностью вспоминают. Пожалуй, это и есть высшая гражданская оценка деятельности дипломата. Конец цитаты. Коллектив Абаза ТВ с удовольствием присоединяется к многочисленным поздравлениям в адрес Семена Вячеславовича, желаемому крепкого здоровья, благополучия и неизменных успехов на дипломатическом поприще. В архиве нашего канала сохранилось интервью первого посла России в Абхазии от 1 июля 2010 года, тоже связанное с его юбилеем, а точнее 50-летием. Представляем его вашему вниманию. Спасибо, что вы согласились на интервью в день своего рождения. Так как формат нашей встречи определен как неофициальный, то сложных политических вопросов мы сегодня... Я вам благодарен за это. Семен Вячеславович, итак, как вы относитесь к такому празднику, как день рождения? День рождения, вы знаете, наверное, каждый из нас воспринимает с детства как приятный семейный праздник. Прежде всего, это хорошая возможность встретиться со своими родными, со своими друзьями, почувствовать, что ты нужен, что тебя любят, получить какие-то необходимые подарки, которые мы с детства ставили рядом с кроватью на тумбочке. Вы наверняка с раннего утра получаете поздравления. Скажите, а кто это сделал первым? Вы знаете, первым это сделала моя мама, которая здесь сейчас. Разумеется, моя супруга и мои самые близкие друзья. Меня как человека и как профессионала глубоко тронуло и порадовало поздравление Сергея Васильевича Богабши и то, что он счел возможным наградить меня высшей государственной наградой Абхазии. Кстати, как вы отнеслись к вести о том, что вас наградили орденом Ак-Набша? Вы знаете, я действительно не ожидал этого. Был глубоко тронут, потому что я за месяцы работы здесь имел возможность увидеть, каких людей награждают этим орденом. В частности, сегодня наградили большую группу граждан Абхазии этим орденом. И многие из них проливали кровь за независимость Абхазии, внесли очень большой вклад в ее развитие, каждый на своем посту, кто-то занимаясь наукой, кто-то занимаясь искусством. И, честно говоря, я испытываю определенные неудобства, потому что я, наверное, таких заслуг, которые имеют эти люди, пока не имею. Поэтому я сегодня сказал Сергею Васильевичу вместе с огромной благодарностью за награду, что это, во-первых, признание великой роли России, и, во-вторых, для меня лично это определенный аванс, который мне еще предстоит отработать. Семен Вячеславович, а вот интересно, как принято отмечать дню рождения в семье дипломата Григорьева? Есть ли какие-то традиции свои? Вы знаете, особых традиций нет. В принципе, вот ментальность российская и ментальность абхазская, они очень близки. Они требуют застолья. Может быть, в России в менее широком кругу, в Абхазии в кругу пошире. И поэтому то, как я буду отмечать уже второй день рождения здесь, на Абхазской земле, не сильно отличается от того, как я его всегда отмечал в России. Может быть, опять же, единственным количеством гостей. А каково ваше личное отношение к цифре 50? Скажите, наверное, живя в Абхазии, вам уже не кажется этот возраст таким уж и солидным? В голове не умещается, что 50 лет прожито. Еще, скажем, там 10-15 лет назад это казалось таким далеким рубежом. И, в общем, по-другому это оценивалось. Сейчас понимаешь, что, в общем, это, наверное, даже не средний возраст. Это какое-то новое состояние молодости, когда уже много знаешь и много можешь. И по-прежнему, слава богу, здоровье позволяет это делать. Поэтому вот эта цифра, она воспринимается как-то по-философски. На фоне Чемпионата мира по футболу мне сегодня один поздравляющий порадовал тем, что напомнил, что Аргентина-Ямайка 5-0, и что, говорит, у тебя не 50, а просто 5-0. Ты, говорит, выиграл. А вот развивая эту тему, скажите, вы следите за первенством мировым? Я слежу по возможности. За кого болеете? Как-то вот сразу на Аргентину глаз лег. Российское посольство располагается на территории Сухумского военного санатория МВУ. Скажите, часто ходите на море? Может быть, открыл уже купальный сезон? В этом году я уже два раза искупался. Приехал сын, приехал брат, приехала мама. Вот их активно приглашаю на пляж. Наверное, стоило бы их спросить об этом, но каковы их впечатления первого? Вы знаете, их восторженные. Самые восторженные. Часть из них уже не первый раз в Абхазии. Некоторые здесь первый раз. И все говорят коротко, ты, говорит, живешь в раю. Вы с этим согласны? Мне не нравится это сравнение по простой причине, что из раю в конце концов выгоняют. Мне, честно говоря, не хотелось бы этого. Мы еще раз хотели бы вас поздравить от всего коллектива Абаза ТВ. А что вы хотели бы нам пожелать? У нас ведь тоже недавно был день рождения. Спасибо, спасибо. Я прекрасно знаю. Я сегодня в контактах с вашим руководством сказал, что у меня личность или компания Абаза довольно приличная разница, 47 лет. Но, несмотря на это, ваша компания молода и находится на стадии становления, становления, развития. Я тоже себя считаю человеком нестарым и у которого есть определенные перспективы. Мне всегда очень приятно работать с вашей компанией, с вашими журналистами. У вас работают прекрасные профессионалы. И поэтому я надеюсь, что наше сотрудничество продолжится. А в целом, воспользовавшись нашим сегодняшним интервью, я хочу сказать большое спасибо всем телезрителям, всем жителям Абхазии. И, разумеется, всему руководству республики за то, что я здесь, пожалуй, с первого дня своего пребывания, своей работы чувствую постоянную поддержку, постоянную помощь, постоянное выражение теплых чувств. Это на самом деле очень поддерживает, очень укрепляет и делает мою миссию здесь не только важной, но и приятной. Как вы оцениваете нынешнее состояние российско-абхазских отношений, какая перспектива и что нас ждет? Скоро в августе будет вторая годовщина признания. И это определенный повод для того, чтобы подвести итоги, посмотреть на то, что сделано. Ну и в целом, общее мнение состоит в том, что дела обстоят хорошо. Мы сохранили динамику сотрудничества, мы сохранили очень высокий уровень политических контактов, идет реализация новых проектов экономических, транспортных, инфраструктурных. Разумеется, возникают какие-то новые проблемы, потому что это, я считаю, естественно и нормально. Когда люди растут, то у них с возрастом становится больше проблем. А когда две такие страны, как Россия и Абхазия, развивают свои отношения, возникновение каких-то новых вопросов, оно является естественным. Главное, что мы видим эти вопросы, мы знаем, как их решать, и есть уверенность в том, что все эти вопросы будут решены. Спасибо вам большое. Спасибо вам. Директором АГТРК назначена Ирина Шотовна Аграба. Распоряжение генеральном директоре Республиканского государственного учреждения Абхазская государственная телерадиокомпания подписал премьер-министр Александр Анкваб. Этим же распоряжением Атар Ночевич Лакарба освобожден от исполнения обязанностей гендиректора АГТРК. Премьер-министр Александр Анкваб провел встречу с полномочным представителем президента Республики Абхазия по связям с международными организациями по гуманитарным вопросам Зурабом Лакербая. На встрече Лакербая привел данные о работе по осуществлению гуманитарных поставок в Абхазию в первом квартале и реализации текущих проектов во втором квартале 2020 года. По сообщению Лакербая, с начала текущего года по линии борьбы с коронавирусом осуществлены пять крупных поставок в рамках работы программы развития ООН. А стоимость поставленных грузов составила свыше 10 миллионов рублей. Премьер-министр поинтересовался реализацией многоиного направления деятельности международных организаций в Абхазии, поставкой лекарственных препаратов для плановой профилактической терапии населения и оказания помощи тяжело больным людям. Про-ООН осуществил поставку лекарств для больных с сахарным диабетом, вакцины для детей, средства для лечения СПИДа и туберкулеза, материалы для наркологического диспансера и т.д. Здесь были осуществлены поставки на сумму до 5 миллионов рублей, констатировал Лакербая. Александр Анкваб поблагодарил Лакербая за организационное сопровождение проектов, отметил, что важно продолжать работу по всем направлениям. С 70-летием со дня основания Сухумского физико-технического института поздравил руководство и коллектив премьер-министр Абхазии Александр Анкваб. В поздравлении, в частности, говорится. 70 лет назад, сразу после окончания Великой Отечественной войны, было образовано научно-исследовательское учреждение Сухумский физико-технический институт, на который возлагались серьезные надежды. Усилиями сотен выдающихся ученых СФТИ вырос в мощный многоотраслевой научный центр Советского Союза. В институте получили развитие исследования в области физики плазмы, велись интенсивные научные работы по другим важным направлениям. В частности, коллектив СФТИ участвовал в передовых исследованиях в области ядерных технологий. В разное время в нем трудились лучшие отечественные и иностранные ученые. По сей день институт хранит историю, а коллектив передает молодому поколению свои знания. Конец цитаты. Напряженный труд. Мы продолжаем нашу рубрику «Люди в профессии» и рассказом о молодом электрике Викторе Ачба. В свои 25 Виктор уже основал собственную фирму, где он и еще несколько специалистов выполняют все работы в сфере электричества. И считаются одними из лучших в Абхазии. Подробности в репортаже Марья Анны Котовой. «Люди в профессии» и «Электрика» Безо всяких сомнений. Во-первых, энергетика – это динамично развивающаяся сфера. Во-вторых, высокооплачиваемый труд. А в-третьих, специальность электрика можно получить в средне-специальном учебном заведении. Пример успешной карьеры в этой отрасли – наш герой. 25-летний Виктор Айчба создал собственный бизнес – фирму АПРО, где он и трое его подчиненных выполняют самую разную работу, связанную с электричеством. Как-то в Абхазии все с буквы А, как говорится. Поэтому А-ПРО из-за того, что пронопрофессионалы. Ну, вот так. Такая была задумка у меня начинала. Знать, как соединить два провода, подключить розетку или даже проложить кабель – не значит быть специалистом, говорит Виктор. Электриков-самоучек хватает на каждой улице. Не хватает профессионалов. Люди, как тайное знание, передают друг другу номера телефонов электриков, чей опыт проверен конкретной работой. Я видел, когда после того, как электрики подали высокое по низкому напряжению, то бишь сгорала полностью вся щитовая, все полностью выгорало. То бишь они просто ошибку совершили, как они считают, небольшую, а у человека полностью все сгорело. Еще один фактор, привлекающий молодежь в энергетику – возможность непрерывного самосовершенствования. Это в советских анекдотах – электрик всегда нетрезвый тип с отверткой. Сегодня электрик – это молодой человек, прогрессивный, перспективный. Ведь постоянно обновляющееся оборудование требует непрерывного совершенствования знаний. Фирма, например, такая, как Шнайдер Грант, она проходит свои семинары в Сочи. Я частично туда выезжаю, попадаю на семинары, там рассказывают про новое оборудование, категории кабелей, что новое выходит, что лучше, что хуже. Базовое образование необходимо для того, чтобы адекватно оценивать ситуацию, масштаб и объем заданных работ. Сделать быстрее, дешевле и качественнее может только специалист, обладающий достаточными знаниями и опытом. Позвонили, говорят, света нет. Я говорю, ну нет, вечером приеду, работаю, вечером посмотрю. К ним они позвали одного, второго, третьего электрика. Ему сказали, минимум 30-40 тысяч ремонт, потому что потеряно между первым и вторым этажем связи. На что я сказал, давайте прозвоним, начали прозванивать, нашли одно место, так чуть отдолбили, нашли перебитый кабель, сделали, ну максимум, что там, полкилограмма штукатурки села. Даже в условиях кризиса Виктор Ачба зарабатывает сам, выплачивает зарплату своим сотрудникам и развивает бизнес. Минимальная ставка 20 тысяч рублей в месяц, но если заказов больше, чем ни одного, подчиненные Виктора могут заработать 50-70 тысяч рублей в месяц. Я даю людям надежду, что вы 20 тысяч в месяц по-любому получите, а так 50-70, просто зависит от выработки. Есть объекты, когда ты приходишь, от ада я работаю. Профессия электрик – одна из самых востребованных во всем мире. Электрикам невозможно работать удаленно. Электрики нужны при эксплуатации масштабных производственных объектов, при обслуживании жилых домов, ремонте автомобилей. Это не столько физический, сколько интеллектуальный труд. Обучиться этой специальности можно во всех колледжах Абхазии. А подробную информацию найти на сайтах Амилат Ресурскуа и Аартра.ком. Мария Анна Котова, Эдуард Ракелян, Абаза ТВ. Снести или восстановить? Вокруг памятника историко-культурного наследия дачи известного врача профессора Алексея Остраумова, построенной на горе Трапеция в Сухуме, в 1901 году разгорелся спор. Руководство НИИПИТа, на балансе которого и находится исторический объект, выступает за необходимость сноса культурного объекта ввиду его непригодности к восстановлению. Министерство культуры и Госуправление по строительству ИЖКХ заявляют, что сохранение объекта возможно, так как несущие стены находятся в хорошем состоянии. Наши корреспонденты подготовили специальный репортаж по теме. Антон Чехов, Максим Горький, Аполлинарий Воснецов. Когда-то именно в этот дом к доктору Остраумову приезжали такие гости. Отсюда с Сухумской горы Трапеция открывается потрясающий вид на город и наблюдать его с профессорской дачи было особенно приятно. Сейчас место таких исторических для всей страны встреч не просто поросло травой, а фактически рушится на глазах. Разрушающиеся объекты историко-культурного наследия, к сожалению, не редкость. Если рассказывать про дачу Остраумова, то это здание строилось в 1901 году военным инженером Ивановским. Когда-то вот тут, в этих стенах, терапевт Алексей Остраумов писал о благоприятном климате Сухума. Его связи в медицинском мире позволили этой информации стать достоянием широкой общественности, а нашей столице фактически здравницей. Шло время, и на базе дачи был создан научно-исследовательский институт экспериментальной патологии и терапии. Это здание имеет очень большую историю, потому что это здание было... С него началось строительство института. В 1927 году правительство выделило это здание институту, и, в общем-то, с него началось строительство. Можно долго говорить об истории этого здания, но вы сами видите, какое плачевное состояние сегодня этого здания. Будучи хорошо знаком с бывшим директором Борисом Аркадьевичем Лапиным, он рассказывал, что капитального ремонта этого здания не производилось вообще никогда. А Борис Аркадьевич работал в этом институте с 1952 года. 119 лет объект не подвергался никаким реставрационным, ремонтным или восстановительным работам. Тем не менее, до сравнительно недавнего времени в нем функционировал музей, а сейчас сбоку здания еще виднеется вывеска сезонного кафе. Сейчас руководство института считает, что уместно говорить только о сносе объекта. Мы, к сожалению, много лет занимаемся перепиской с Министерством культуры, который наставит на том, чтобы это здание восстановить. Ну, вместе с тем, несколько было экспертиз, которые проводила сначала лично руководитель комитета архитектуры и строительства МАЙТОП из Ферьяковина, потом ее сотрудники, и последний раз это было в прошлом году, которые однозначно сказали, что восстановлению это здание не подлежит. Но, к сожалению, Министерство культуры заняло другую позицию и наставило на том, чтобы восстановить. Но, я не знаю, мне кажется, не надо быть экспертом большим, чтобы, посмотрев на это здание, понять, что восстановлению нам не подлежит. Полностью специальные репортажи Леонора Гелаяна о судьбе дачи Остраумова смотрите после выпуска новостей. Сухум – праздник, который всегда с тобой. Под таким названием 3 июля в столице откроется выставка, посвященная Дню города. Организаторы Союза художников Абхазии на выставке будут представлены картины абхазских художников второй половины 20 века и современных авторов. Для участия было отобрано 49 работ. Таких авторов, как Батал Джапуа, Александр Семенцов, Мадина Бегуа, Руслан Габлия, Диана Хинтба, Виталий Кац, Балаша Габелия, Амирана Адлейба и других. Зрителям будут представлены работы, связанные с историей и культурой города. Слово Виоли Барганча. 49 работ, каждая из которых как возможность погрузиться в прошлое, пройтись по старым улицам города и полюбоваться архитектурными сооружениями. Представленные в экспозиции картины абхазских художников посвящены только Сухуму, его истории и культуре. Открывает уникальную выставку работы Анзора Гумава под названием «Беслетский мост». Она написана в 1976 году. То есть через несколько лет, вот ей будет практически 50, она уже раритет. И она дает такую отправную точку по всей экспозиции. Вот работы Батала Джапуа, они сделаны буквально недавно. И очень интересная серия, которая дает нам возможность увидеть памятники культуры, сухумские дворики. И у них, кроме художественной ценности, есть еще ценность такая, как бы сказать, это очень важный источник для каких-то реставрационных работ, для каких-то мероприятий, связанных с сохранением этого памятника. Потому что художник их фиксирует в определенном времени. Вспомнить архитектуру довоенного сухума и окунуться в атмосферу того времени можно и в работах художника Александра Семенцова. На этой картине изображена Амра 1984 года. Возможно, если когда-нибудь этот замечательный объект будет восстановлен, репродукции этих картин, они были бы прекрасным дополнением интерьера, который дает возможность в каком-то временном пространстве представить историю, представить какие-то факты, которые были с ним связаны. И это тот прием в изобразительном искусстве, который очень часто называют за мгновение дом. Это такая вот лучезарная Амра, очень вся прозрачная, вся такая вот жизнерадостная. Мы видим очертания города. Сухум довоенный и послевоенный. Посмотреть, как говорится, на «до» и «после» предлагают организаторы выставки. Одной из уникальных станет работа абхазского художника Левар Сабудба, на которой изображен парк Совмина осенью 1993 года. Это первая осень после окончания войны в Сухуме. И вы знаете, несмотря на то, что это первая осень, и она наверняка была не такая радостная, но у нее такой вот такой вот абсолютно потрясающий колорит, который, видимо, связан с каким-то возвращением к жизни. Помимо работ абхазских художников второй половины 20 века и современных авторов, экспозиция будет наполнена воспоминаниями русских писателей и ученых о Сухуме. Когда вы посетите уже готовую экспозицию, вы сможете увидеть такой очень интересный диалог писателей первой половины 20 века, русских писателей, которые приезжали в Сухум и писали свои воспоминания Чехова, Мандельштама, Паустовского. И взгляд художников уже второй половины 20 века и наших современных авархазских художников. И получается такой, что взгляд Сухума из города и взгляд, который мы можем получить со стороны. Первая выставка за долгое время. Сухум, праздник, который всегда с тобой, позволит посетителям не только увидеть прошлое, но и заглянуть в будущее. На специальной стене гостям экспозиции представится возможность оставить свои пожелания городу. Виола Барганжа, Эдуарда Ракелян, Абазатова. Абхазия, Эдуарда Ракелян, Абхазия Секс ультрафиолетового излучения очень влияет на здоровье человека. Воздействие излучения зависит от температуры окружающей среды. Чем больше температура, тем больше потенциальные угрозы ультрафиолетового излучения. Средняя июльская температура должна быть 20-22 градуса, в то время как в последние два года она 24 градуса и больше, сказала она. Специалист отмечает, что в такой ситуации рекомендуется не выходить на улицу с 12.00 до 17.00, когда опасность ультрафиолетового излучения выше обычного. Между тем, высокий индекс ультрафиолетового излучения прогнозируется на этой неделе в большинстве регионов России. Сейчас о погоде. Как сообщают синоптики, в четверг, 2 июля, в республике ожидается малооблачная жаркая погода. Температура воздуха ночью 23, днем до 33 градусов. Температура морской воды 25 градусов. На этом выпуск завершен. За развитием событий следите вместе с нами и на сайте обазар.тв. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова